Проплыл, выплыл из океана, сел на велосипед, накинул шлем, 90 километров велогонка, поставил велосипед, надел кроссовки, 21 километров по ума-рафону. И по большому счету получился очень такой хороший, насыщенный день. Расскажи, как это вообще получилось? Не 5, не 6, а 11.6. Это формат, в котором я принимаю участие, без остановок и перерывов. Я читаю с удовольствием твой инстаграм. Всем привет, с вами снова я, Алексей Белов, и канал «Открытый бизнес», канал о предпринимателе, канал для предпринимателей. И сегодня я пригласил на встречу своего друга, однокашника по московской школе управления Сколково. И вместе с этим у него очень много регалий, на самом деле он и предприниматель, совладелец сети магазинов «Лаборатория бега», а также успешный спортсмен, триатлонист, отец многодетный. Ну, в общем, об этом всем мы сегодня будем разговаривать. Илья Слепов. И, Илья, я первый вопрос хочу тебе... Поскольку наш канал прежде всего для предпринимателей, я хотел бы, чтобы ты рассказал о том, каким бизнесом ты владеешь, что это за бизнес, чем вы занимаетесь. Да, всем привет. Ну, я основатель ряда спортивных компаний. Я самую известную, ты правильно назвал, лабораторию «Бега Ронлаб». Это сеть беговых магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. И теперь уже и на Кипре у нас новая веха началась. Мы захотели стать международной компанией. Вот мы, соответственно, можно сказать, стали с натяжкой пока, потому что пока официального открытия нет. Я думаю, что в апреле 2022 года будет открытие официально, поэтому мы уже станем международной компанией. Магазины занимаются тем, что мы анализируем технику бега каждого нашего клиента, понимаем, как он движется, и, сходя из этого, подбираем ему кроссовки под его особенности, с учетом его анатомии, с учетом его движений, чтобы, а, повысить эффективность бега, и, б, снизить риск травм. Так вот бизнес. А кто это придумал вообще, вот такую модель? Модель, история такая, когда мне было 15 лет, в 1996 году, я думал о создании такой модели. Но тогда я упёрся в то, что я не мог создать софт, я не умел программировать, у меня не было даже компьютера. А спустя 15 лет в Новой Зеландии я увидел, что уже на другом краю мира, на другом концу земли, кто-то создал похожий софт, который я в голове вот мечтал о нём. Я понимал, что люди разные, двигаемся по-разному, кроссовки у нас у всех часто одинаковые, хотя мы разные. И вот спустя 15 лет, после вот этой первой моей идеи, я увидел это в Новой Зеландии, и всё, и сразу у меня всё сложилось, картинка, я говорю, ребята, кто сделал софт, я готов вас окупить, лицензию купить, всё что угодно, в общем, мне нужна эта программа, я хочу открыть бизнес в России, вот, 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 прям, это вот прям моя страсть. Ну вот, а чуть позже, уже года через 3-4 мы сделали свой софт уже, технологии ушли вперёд, то есть можно было это сделать совершенно легко, поэтому сейчас у нас, мы работаем с собственным правовым обеспечением, ну и, соответственно, работаем. Теперь это уже ваша программа на обеспечении, да? Да, 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 да. И насколько я понял, что вы были в России первыми, то сейчас есть какие-то уже последователи? Есть последователи, да, безусловно, но в тот момент мы были первые, рынка почти не было, бегового, когда мы пришли, когда я решил делать в России, но я сказал, что он будет, рано или поздно он будет, просто чуть попозже, вот, поэтому мы рискнули, в первом магазине открыли в центре, на Световом кольце, большие витрины окна, бегущие люди, это было очень необычно для Москвы, для России тем более, но вот в эту историю я так поверил, и действительно развитие бега пошло очень, таким быстрыми темпами, поэтому это была хорошая история, был голубой океан. В вашей бизнес-модели, насколько я это понимаю, есть основная история, ее спорт, да, и люди, в общем-то, во время пандемии, многие еще больше стали увлекаться спортом, и вот получилось как бы наложение двух контр-тем, с одной стороны, вроде как пандемия и продажи должны снижаться, с другой стороны, люди стали все больше заниматься, увлекаться спортом, потому что и путешествия усложнились там и так далее. Вирус убивает не только иммунную систему человека, но и ритейл по всему миру. Закрытие магазинов влияет негативно, безусловно, но интерес к спорту очень сильно возрос. И что было интересно, что когда магазины закрыты были, соответственно, падают полностью выручки до нуля, магазины закрыты, все, только Еком кормит, какой-то денежный поток идет через продажи с интернет-сайтов. Но при открытии рост просто взрывообразный происходит, потому что людям нужны кроссовки, экипировка, люди почувствовали вкус к бегу, потому что во время пандемии были закрыты фитнес-клубы, людям ничего не оставалось, кроме как, общественные места, кроме как пойти побегать в парке. И, соответственно, это их постепенно вовлекало в тот большой гигантский мир спорта, который есть, приучало их к тому, что ежедневная активность – это заряд энергии, это классное самочувствие, это хороший внешний вид, ну и все те плюсы, которые нам дают занятия спортом. И так вот, как бы, поневоле влюбившись в бег, они, соответственно, потом подхлёстывали продажи после открытия магазинов, после этих локдаунов. Да, давай поговорим про Еком, то есть насколько он у вас, вот если брать последние несколько лет, он вырос в связи с этим? Да, да, он вырос, и у нас удачно сложилось то, что в 2020 году, точнее в декабре 2019 года, у нас типа стратсессия такая, мы общаемся, принимаем планы о 2020 году, и вот там было два решения. Первое – мы не открываем новых ритейл-магазин, новых оффлайн-точек, а второе – давайте усилим наш Еком, давайте его усилим. И то, что мы за три месяца до начала пандемии начали активно работать над расширением базы для будущих больших продаж, очень сильно спасло, потому что, когда случилось пандемия, Еком просто нас спасал. Это такая, знаете, дорога жизни была, да, когда вот блокадный Ленинград, и вот дорога жизни – единственный способ, как можно было что-то доставить. То же самое для бизнеса, когда всё в блокаде, единственный кэшфлоу – это Еком, и он был подготовлен, и это было хорошо, потому что обороты выросли там. Почти в три раза. Он сейчас большую долю имеет, в общем, оборот? Да, достаточно большую уже стал иметь долю, и эта доля растёт, то есть он, как бы, такой самый быстрорастущий сегмент. Это немножко, конечно, отводит от вашей вот этой истории с гейт-анализом, да, но при этом это позволяет масштабироваться без больших капитальных вложений. Да, и при этом, что мы сделали удалённый подбор обуви, новые софты, которые позволяют нам с помощью, ну, точнее, клиентам с помощью телефона, где-нибудь в Иркутске, правильно сделать комбинацию определённую, и тем самым мы понимаем как-то приблизительно, не на 100%, ну, хотя бы на 80%, как человек движется. И рекомендация, система сама автоматически рекомендует, какие кроссовки будут под него идеальны. Я знаю, что в этом году у тебя было большое событие, которого мы, как твои друзья и там подписчики твоего инстаграма, многие, наверное, давно ждали. Вот, ты выиграл в своей возрастной категории чемпионат мира по триатлону. Это было событие из ряда вон выходящее, потому что, насколько мне известно, ни один из россиян до этого этого не делал. Вот, и ты смог это сделать, но ты на этом не остановился, и ты после этого во всех соревнованиях, в которых ты участвовал, практически в каждом ты выигрывал в своей возрастной группе, правильно? То есть, и в общем зачёте ты был всегда в топе, ну, чаще всего. Иногда и в общем зачёте тоже выиграл, да. Вот, то есть, это какой-то вообще сумасшедший результат, который мне лично трудно понять, потому что, ну, я могу лишь анализировать, понимаю, что вот именно та ситуация, в которой мы находились долгое время, да, она заставила тебя мобилизоваться и поставить перед собой какие-то сумасшедшие цели и идти. Расскажи, как это вообще получилось? Спасибо за тёплые слова. Смотри, поставил цель, конечно, я не в этом году и даже не в том. Поставил цель фактически я восемь лет назад, в 2013 году, когда я впервые попал на чемпионат мира. Я там был 97-й, 96 парней были быстрее, чем я, не 5, не 6, а 96. И это меня сильно застимулировало когда-нибудь вернуться и... Да. И показать силу русской машины. Нам нужно проплыть 2 километра, 90 километров проехать велогонку и 21 километра пробежать. Это формат, в котором я принимал участие, без остановок и перерывов. Проплыл, выплыл из океана, сел на велосипед, накинул шлем, 90 километров велогонка, поставил велосипед, надел кроссовки, 21 километра пробежала. Всё. Это вот формат, в котором, соответственно, я выступаю. Отбираешься на чемпионат мира, порядка 100 стартов на планете, где можно отобраться на чемпионат мира. Где-то 200, 300, 400, 500 человек участвуют в каждом из стартов. Ну, в каждой возрастной группе, да, в моей вот группе примерно такое количество людей участвует на каждом из стартов. Попадаешь в топ-3, это путёвка на чемпионат мира. И потом, в конце года, все идут по 3 человека с каждого из 100 стартов, образуют там 300 человек. Эти 300 спартанцев потом рубятся за звание быстрейшего парня на планете. В 2018 году был четвёртый, как я сказал. Год ещё тренировок Ниццы, 14-й. Откатился назад, упал первый раз в жизни перед гонкой. На то есть, в середине до гонки вправили позвонки, там мне было так всё, так ух. Вот, 14-й, плотнейший результат, у 15-го на такой длинной дистанции я играл секунду, у 16-го 2 секунды, у 17-го 5 секунд. Это очень плотно, очень, конкуренция жесточайшая просто. Вот, а потом, да, потом, вот ещё два года тренировок. В 20-м году я застрял на Кипре, чемпионат мира отменили за ковида. Я подумал, что отлично, буду ещё год больше тренироваться, ещё буду сильнее. Ещё год пахал, вот, и в этом году в США, да, выиграл. Выиграл, да, это был такой длинный путь, длиной 8 лет, который, соответственно, привёл меня к моей точке, к которой я хотел прийти. Вот скажи мне, как спорт помогает или, может быть, он мешает тебе в бизнесе? Вот, какие плюсы и минусы в этом ты видишь? Ну, безусловно, он помогает. И, несмотря на, кажется, такое общее мнение, что, ну как, у тебя же нет времени, как ты можешь тратить время из бизнеса на спорт, значит, у тебя будет хуже бизнес. На самом деле это не так. Я считаю, что результаты в спорте – это совокупность не только твоих тренировок, но и то, насколько ты успешен в бизнесе, насколько у тебя хорошие отношения, насколько мало у тебя стресса, всё вместе это, как ты классно спишь, что ты ешь, всё это вместе даёт тот самый результат, который тебе нужен. Потому что, когда ты получаешь удовлетворение от спорта, когда там растут результаты, ты потом всё это перекладываешь и на семью, и на бизнес, и на отношения, и на всё другое. После спорта у нас происходит такая гармональная стряска, мы всегда более энергичны. Мы приезжаем в офис более заряженные. И позитивные. Конечно. И мы можем решить проблемы, которые до этого могли бы не решить. Могли бы там христинировать, не было сил, не было такого энергетического уровня необходимого для принятия каких-то решений. Потому что принятие решений, они забирают силы, а спорт даёт их. И поэтому, получив вот этот буст, ты едешь принимать решения. Ты не откладываешь их, ты их принимаешь. И это двигает твой бизнес вперёд. И то же самое касательно отношений. Не знаю, поссорился с женой, пошёл, потренировался, пришёл и помирился с ней. Первый подошёл. Потому что это важно. А так бы мог бы дуться, и всем было плохо, и тебе, и ей. Поэтому в этом плане это как бы такая, это как сообщающий сосуд. Сосуд, да. Абсолютно. Спорт – это элемент успеха, по большому счёту. Я хочу тебя спросить, вот как бизнес удалённо чувствует тебя, как ты его контролируешь? Да, тут понятно, что у тебя, скорее всего, есть партнёры. Тоже расскажи, там, один, двое, или у вас несколько. Как вы управляете бизнесом в такой модели? Ну, в такой модели, смотри, я живу по концепциям следующей. Я считаю, что это в моём понимании, да, то есть я не говорю, что это правда, такая истина какая-то. В моём понимании предприниматель, он должен построить свой бизнес так, чтобы если он отойдёт, бизнес не рухнул. Если он справился с этим, красавчик, нет, ну иди снова делай. И поэтому я всегда старался изначально строить так, изначально, очень важно, прям с самого начала фундамента, так строить, чтобы в один день я мог отойти. И в этом как бы и ответ, почему у меня получается как бы работать удалённо. Потому что так выстроено изначально. Как это строится, да, на доверие, на делегирование, вот на всей этой истории, на том, что я взращиваю лидеров по большому счёту. У меня не партнёр управляет, у меня управляет СЕО, отдельный человек, с которым очень хорошее взаимоотношение, женщина, девушка, да, она прям вот, она как бы очень хороша в этом плане. И она строит команду, ребята самостоятельные. Я даже расскажу, вот в девятнадцатом году открытие одного магазина в Питере произошло полностью без моего участия, полностью. То есть я там побывал только в двадцать первом году. Ребята сами открыли всё, сами всё запустили, разрезали ленточку, запустили всё, сделали процессы, как бы вот это всё без моего участия. Только в этом году я там приехал, скажу, сказал, пацаны, красавчики. На Кипре, конечно, правда, я сам занимался, тут сложная была история, другая юрисдикция, вот это всё легло в этом году на меня. То есть Кипр, это я полностью в этом процессе, и сейчас в этом процессе, вплоть до там, да, архитектуры, согласования, все эти истории, как бы, мы, но я постепенно начинаю это уже отдавать, всё, то есть я начально буст задал, это всё сделал, а дальше уже, как бы, я отдаю, 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 и, надеюсь, я через какое-то время опять, как бы, я… Отдаю, что-то какому-то, но человеку на месте вы нашли? Ну, SEO российский, директор, который на месте, конечно, да, вот, который сейчас вот они вместе, вот, то есть вот как бы вот дальше уже процесс выстраивается уже без меня там. Если без тебя бизнес разрушится, и ты обязан, чтобы он не разрушился, приходить на работу, работать там, но ты не предприниматель, ты наёмник. Ты наёмник, да. В своём собственном бизнесе, вот, ты можешь быть топом в своей компании, но ты наёмник, это важно. Я читаю с удовольствием твой инстаграм, но помимо этого я знаю, что ты там часто даёшь интервью, ты выступаешь на каких-то мероприятиях, ты недавно был финалистом премии «Предприниматель года», сколько ты видишь в этом перспективы какой-то для твоего бизнеса? Ну, вот, в парадигме «плюс» для бизнеса я не рассматривал, но, безусловно, я вижу плюс, безусловно. То есть плюс для бизнеса, конечно же, есть, и он достаточно, думаю, большой. Я понял, в этом году, кстати, вот прям впервые мне какое-то осознание к этому пришло, что люди часто выбирают наши магазины, потому что им импонирует, ну, я, мой образ жизни, семья, им как-то нравится то, что есть, и они очень лояльны к бренду. То есть лояльность к бренду очень сильно повышается. И я сам про себя подумал, что если бы был какой-то магазин, там, А и магазин Б, и в магазине А владелец, ну, сапожник с сапогами, назовем это так, да, то есть он продает спорт и через себя он пропустил этот спорт, пропустил это через десятилетия труда упорного, он, как бы, видно, что он пашет, а магазин Б просто какой-то дядя, но на имя неизвестный, ну, конечно, ВА выберу, конечно, ВА. При прочих равных, даже не при прочих равных, как бы, я выберу ВА, потому что мне хочется вот эту атмосферу и дух как-то прикоснуться, это ощущение есть такое, и я понял, что это работает. Помню, меня вот очень сильно так встречу в аэропорту, сижу в аэропорту, читаю книжку, жду самолетов в Шереметьево. Подходит человек, говорит, вы или я слеп? Я говорю, да. Он говорит, разрешите пожать вам руку? Я такой, ну да, типа, не очень понимаю, кто, чего я первый с человека вижу. Он говорит, ну, конечно, меня не помните, вы выступали на генеральном директоре на форуме, там, три года назад. Вы так рассказали про спорт, что для меня это таким сильным толчком послужило. Я задумался, и я полностью принял свою жизнь. Я походил на 25 килограмм, я принял свой первый марафон, ко мне вернулась жена, у меня наладятся отношения, я вырос в своей работе, и настолько сейчас стало все гармонично, спорт стал моей частью жизни, и я понимаю, что этот толчок дали вы, поэтому разрешите пожать вам руку, просто вот, потому что вы изменили мою жизнь. Я такой встаю такой, у меня такой просто мурашки, такой, ааа, ааа, я говорю, ладно, спасибо. Ты отец троих детей, я потрясающая супруга, которая тебя, как я понимаю, во всем поддерживает в твоих начинаниях. И вот мне вот такой, знаешь, интересный момент, он меня сама очень реально интересует. Ты в пандемию перебрался на Кипр, сначала тебе казалось это, ну так, ты выехал, чтобы пересидеть, как бы, эту всю ситуацию. Нет, я выехал туда на тренировки, но застряв там, понял, что надо пересидеть вот так. Ну, прошло уже, ну уже почти два года, там полтора, уже больше, и я смотрю, что ты на Кипре проводишь все больше и больше времени, да, и более того, сегодня мы узнали, что ты еще и открываешь там теперь новый магазин, и мне очень интересно понять, как вот твоя семья все это дело восприняла, переезд, фактически, ну я не знаю, ну постоянно, не постоянно, ты нам сейчас расскажешь, да, нам, какие планы у тебя, но это же все-таки у тебя маленькие дети, да, то есть, может быть, это наоборот проще, конечно, в этой ситуации, они еще не связаны там какими-то школами, но вообще, вот как вот, вы как семья, как вот к этому процессу, вот к передвижению на Кипр отнеслись, и какие у вас планы на эту тему? Ты знаешь, вот здесь вот эта история, она, кстати, очень похожа на историю чемпионата мира. Сейчас объясню, почему. Почему? Потому что, если ты берешь точку, из точки А в точку Б мы движемся, да, в точку Б, я чемпион мира, два-три раза в день я тренировался на протяжении восьми лет. Как ты это все сделал? Как у тебя семья к этому пришла? Как вообще, как, 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 как? Миллион вопросов как. Я и сам смотрю, думаю, офигеть, как я это сделал? Но перемещаясь в точку А к началу пути, что это я сделал? Я просто... Ну, так, начинаем. 13 сентября был чемпионат мира в 2013 году. 14 сентября я просто вышел поплавать. 15 сентября я решил поплавать и покрыть педали вместе. 16 сентября я решил, вот, как бы, после встречи, там, да, в Москве, взять с собой плавки и пойти поплавать в бассейн, а вечером побегать у себя дома. Но, когда ты смотришь в моменте, то эти маленькие шажочки, они ничего особенного не представляют. Если мы будем говорить, что, Леш, можешь ли ты, например, там, два-три раза в день потренироваться, если захочешь? Ты скажешь, конечно, один день, конечно. И каждый может это сделать. И по большому счету, ну, если это делать каждый день, а вот это уже может не каждый, то это потом может привести к выводу точку Б. Ну, гарантии нет, но вероятность повышается. Поэтому оказалось в точке Б. Но фишка в том, что каждый день был челлендж определенный. Когда мы говорим про Кипр и переезд, по сути, это тоже самое. Если бы мне сказали бы, а готов ли ты переехать, там, с семьей на Кипр, там, как-то открыть, там, магазин, что-то еще, там, я сказал бы, это же сколько работы, это же сколько работы, нафига нам не нужна жесточайший выход из зоны комфорта. Но возвращаемся с точки А для, с точки зрения Кипра. Я приехал на сбор тренироваться. Это же сложно сесть на самолет, прилететь, тренироваться, снять гостиницу. Нет. Ну, Airbnb сняли там апартаменты, да, там, или дом, что-то мы сняли, какой-то, ну, такой. Не сложно. Потом возникает пандемия. Нам нужно, типа, либо улетать экстренным эвакуационным рейсом, либо оставаться там. Я бы подумал, ну, чего бы еще не остаться. Сняли еще какое-то там, какое-то жилье. Сложно? Нет. Дети ходят в садик. Вот так звучит, в садик устроить, да. Но, с другой стороны, в садике был в пяти минутах, я пешком прошелся, и говорю, здравствуйте, а можно к вам детей устроить? Они говорят, конечно, ну, нет, они не так сказали, они сказали, нет, у нас нет места. Дальше мы поговорили, вспоминаем курс негасейшнс, они говорят, окей, ты клевый парень, у тебя классная семья и классные дети, давай. Все, ты детей отводишь за ручку, платишь небольшой взнос, как бы, да, и дети ходят в садик. И вот потом ты еще на месте остаешься, потом еще, потом ты думаешь, а как вот вид на жительство получить? Когда видишь список документов, думаешь, ну, все, это вообще не для меня, слишком сложно. А когда ты берешь и заведешь юрист, ты говоришь, я все сделал за тебя, ты говоришь, о, и он начинает все делать за тебя. И потом раз, у тебя и вид на жительство появляется. И вот, вот, степ-бай-степ, очень аккуратненько, маленькими шажочками, которые не выглядят никаким каким-то титаническим каким-то усилием, но ежедневно такая вещь, потом тебе приводят стручку Б, и ты говоришь, блин, а я переехал на Кипр, мои дети ходят в садик, и все, зашибись. И даже еще магазин открыт, ну, то есть, вот, а поэтому я бы здесь, знаешь, такой, как бы, ну, есть совет, там, давай, да, вот, ну, подписчикам твоим. Не охреневайте от большого количества работы, которые вам предстоит сделать. Просто сфиксируйтесь на маленьком шажочке, который нужно сделать сегодня, именно сейчас. Вот что нужно сегодня сделать? Я знаю, что сегодня мне нужно еще, вот, мы с тобой поговорим, да, я пообедаю, там, отдохну немножко, почитаю, и потом я еще сделаю беговую тренировку. И, в принципе, сегодня будет у меня сделано две тренировки, я провел с тобой интервью, вечером поеду на еще одни съемки, поработал с почтой сегодня утром, побыл с детьми, сейчас они придут, мы с ними погуляем, и, по большому счету, получился очень такой хороший, насыщенный день, и он такой был очень органичный, но не было каких-то сверху усилий, ну, сверху, скажем так, не было, да, но когда ты каждый день так делаешь, потом раз, и медийность-то возросла, и, как бы, и тренировки, тело твое сильное, и можешь за победу там бороться, да, и с семьей у тебя хорошие отношения, вот это вот, вот это какая-то магия есть определенная, то есть эти вот, как Лао Цзи сказал, да, даже путешествие в тысячу миль всегда начинается с первого маленького шага из дома. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok